Вот наша Паля. Утро. Паля! Вот рыбку иди поешь. Паля, иди. Иди скорее. Рыбку поешь. Давай. Вот она где. Ну-ну. Вот она как прыгает. Вот она рыбка у нее тут. Ешь. Ага, мать идет сюда. Это надо закрыть. Давай ешь. Она не любит решетку. Ладно, открою. Давай ешь. Ешь, давай ешь. Вот она где. Все. Интересно, как хлопнула. Она уже насторожилась. Она не любит, когда закрываю ее. Все. Все тут ищешь. Иди ешь, ешь. Паля хорошая. Смотри, как тщательно проверяет, где решетка есть нет. Вот какие-то ты какая. Такая умная кошка. Все. Вот если я голубей тут принесу, там будут жить, буду пускать сюда. Она их не трогает. Кошку надо будет загонять туда, а она здесь с голубями. Она привыкнет. Но они ее будут бояться все равно. Не получится. Вот люди, которые наблюдают за животными, где-то многое добавляют, что есть. И свой разум они добавят. Вот она сейчас думает. Она не думает. Это я каждый раз за столом сижу, скажу и падаю. Она, ну я знаю, с собаками, когда дрессировал, это не так далеко. Собака и кошкой поднимают. А то вот начинает вот сейчас она, вот то-то, то-то. Да ничего этого нет. У нее все, что в ней заложено, вот она чужую кошку не воспринимает. Это так уже не положено. Она храняет свою территорию. Ну какую территорию? Свою территорию. Ее приношу позже, мускут, а эти дома. И она самая агрессивная. Какая территория? Ее тут даже квадрата нету. А она начинает бить других, что вытесняет. Просто такая кошка. А эта подошла, она даже не смотрит, котенок, не котенок. Ударила ее по морде. Животное есть животное. Что-то оно чувствует, говорит, и животное чувствует иногда смерть. Коров, когда на мясокомбинат привозят, у них, говорит, даже слезы появляются. Это можно понять. И лошадь. Это собака такие. А кошка нет. Хорошая паля. Она ест рыбку. Пока ест, можно гладить. Как только поела, не лезь. Сразу смотрит на руку, будет играть или еще-то. Паля хорошая. Рыбку ест она. Паля. Это я назвал паля. Палевая. Свет палевый. Такой светло-коричневый. Носом еще. Вот кто ее учил зарывать за собой. Вот это вот. Никогда нигде не... Ну, бывал один раз она тут не успела добежать. Видно, я правился. А так, нет. Только пришла, сразу раз нырнула. Землю поставили, ходит на землю. И тщательно заливается. С одной стороны, с другой понюхает. Еще раз. Я этому никто не учил. Это, говорит, природа. Природа. А природа-то кто сотворил? Бог. Это творение Божие. Увидел Бог, что все хорошо. Мы смотрим на нее. Нынче у нас погибла кошка. У меня белая была. Фотографии только остались. Вот. Ее там повредила хаска. Собака такая. Это дикая собака. Перекусила сразу. Нервы все. Она знает, как это делать. Сколько не бились, так и все. Погибла кошка. А это вот на ее место пришлопали. Сейчас мы бустку отдали Надежде Васильевне. Там мыши бегали по полу. А мыши это я расплодил. У меня пшеница там наверху, вот здесь. У голубей. А раз пшеница, там и мыши. А всех их никогда не возьмешь. Одна останется. Да они приходят. Выйдешь, когда снег вот сейчас будет. То есть везде наслежены. Они идут. Мыши. От них не спасешься. Экологически чистая, конечно, это кошка. Вот это у нас была. Анатолия уже пожилая, старая. Вот она рыжая сидит. Это ее мать. Мышка бегает. И она не бежит за ней даже. А иногда начинает ловить. Она очень ловливая была. Вот такие у нее дети. Вот она. А муска так, как стрела летит. Там близко не подойдешь. Ну, может, молодая, поэтому. Вот мы в воскресенье говорили. У нас тут одна женщина, Галя, держит кошек. В городской квартире. Там легко мыши выводить. Там липучку или даже отраву положил и больше не будет. Одиннадцать коту. А там коты здоровые. Зачем они? Зачем они? Они плодятся очень быстро. Много приносят. Дышать не ищем. Оправляются. Даже если они оправляются в одно место. Запах-то... Горшок-то открытый. Она же никак... И она болеет. И болеют они, как правило, у них там легкие бронхи. Все это. И отражается дурная кровь. Зараженная этими... Запахом это. Говоришь, нисколько не слушаю. Они бабки эти с кошками. У них как мозги атрофированные. Зачем она не знает? Зачем? А у вас тоже кошки. Но у меня они работают. Дальше. Они у меня ночуют там. А правляется их нигде нет. Запаха вообще никакого нет. А у шасси наверху у нашего там... Что там? Шестьдесят с лишним квадратных метров земли. Шестьдесят пять. Спрашивать еще нет. Вот она вылазит. Смотри. Так. Бац-бац. Все пошла. Поела. Пошла. Хорошая. Не любит, когда не гладишь ее. Сейчас скажу. Ой, хорошая кошка. Паре у меня замечательное. Это ничего я ей не даю. Так уж терпит она. Но куда денешься. А вот бегать тут она любит. Это ей только подавай. Это мышь для нее. Вот она. Смотрите, сейчас я кверху. Тут она прыгнуть не может. Сейчас с той стороны забежит. Все. Все. Взяла мышь. Мышь. Смотрите, опять сейчас сюда. Вот она. Вот она. Еще не может запрыгнуть. Ну. Ну. Ой. Ох, как она сбоку. Все. В рот берет. Все. Все. Спрыгнула. Все. Во рту держит. Ну. А мать лежит. Ее надо раззадорить. О. Ой. Ну, а сжало-то когти как. Ну. Она-то не играет. Просто раз рядом. Ну, не утерпела. Лапа-то как сядет. Когти-то не в сторону пошли. Растопыренные. Ух. Зажание все. Гляди, как она. Ух. Не поймала. Стоп. Зажала. Где же? Тогда нитку. Сейчас за нитку будет. Во. Попутно засыпала. Видишь, как она загнула когти так себе лапой. А эта ждет. Отвернулась, как будто не ее совсем. Лапа отдельная от нее. Вид-то делать, как они безразличны. О. Ну, маленько-то можно поиграть. Вот интересно. Вот она бегает. Вот здесь вот. Как-то. А вот теперь смотри, я отойду в сторону. Как она... Вот. Она не видит. О. Так. А теперь я туда... Вот интересно, когда... На, вот возьми. А я ее крикну, она пойдет ко мне или нет. Когда отвлекающий маневр такой. Ну, мне надо рыбу взять. Вот я рыбки возьму. Вот у нас килька лежит. Свежемороженая. Вареная. Вот она сильно любит бегать за этим. Ну, что в ней сильнее преобладает. Она сытая. Сейчас я ее крикну. Посмотри, она там. Наблюдай за ней. Паля! 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 На! На! Вот бросила играть. Значит, этот горшок, как невинный пруденцы у лескового-то. Дороже любви. Она ему кашу-то сварила голодному-то. И он залез, а она выехала в это время. Вот она где. Значит, это не просто инстинкт. Какая она пушистая, чистенькая. Ну, все. Я отошел. Ладно. Я слушаю сейчас вот все. Вторая мировая война, день за днем. 95 серий, по 26 минут. Ничего лучше о войне не слышал. Вот интересно, бывает как-то недоверие какое-то, а здесь доверие. Каких избрали они, какие. Вот в один... Ну, просто глянь их маленько. Пури на Европейском театре военных действий. Вот все. Кто, как, когда, какого возраста были. Все здесь показано. Ну, я боюсь показывать, чтобы не посчитали, что я у них что-то взял. Ну, правдюк, ты судья. Победители не судят. Воспитательный знак. Лгун. Жизнь раньше не посмотрел. Жаль. Грубо, неграмотно, фальшиво. Раб своих амбиций. Нет, ты не понимаешь, что такое Россия. И вы, и такие, как ты, ее погибель. Валерий Спаски. А вот такие-то как раз не погибель, а спасение. Я их переписал. Я никогда раньше их не знал. Это Андрей Терещук. Кирилл Александров и Виктор Провдюк. Вот это, Вторая мировая война, день за днем. Я вот 88-ю серию смотрю, их 95. Чтобы от корки до корки все серии просмотреть, сделать выводы, я делаю выписки, где очень внимательно. Тем более предыдущие какие, про войну, документальные, я почти все посмотрел. Мне документально интересует, а художественно это что? И скажу, ничего лучше не встречал. Все. И то, что это за отступление от Бога, и какие люди. Он все это видит. То есть вот это, как назвать, серия или как день за днем. Это очень большая работа. Очень. Я даже вот хотел бы посмотреть, ну где у меня тут в стране? 18-21. Я сейчас покажу, ну или посмотрю в конце. Мело явно второстепенно. Кто именно тут этим занимается? Посмотри. Конец 88-го. Сейчас посчитаем, кто участвует. Автор сценария Виктор Провдюк, ведущий. Над фильмом работали. Галина Ясногорская, Ольга Адрианова 2, Антон Провдюк 3, Сергей Провдюк. Виктор Провдюк 4, Галина Панушкина 5. Да что же у меня не получилось-то? Подожди. Это не годится. Сейчас еще я назад поверну. Снова посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Восемь человек. Ирина Кухта. Потом благодарим за помощь. Восемь человек над фильмом. Дальше. Искайер из России. Голощапов Константин Голощапов. Девять. Профессор Джон Эриксон. Великобритания. Десять. Зиг Хардафон Пангвицей. Одиннадцать. Александра Мясникова Россия. Одиннадцать. Двенадцать. Студия Надежды. 2006 год. Я на одиннадцать лет опоздал с этим. Вот показать. Я ничего тут не беру. Одиннадцать. Двенадцать человек. Из разных стран. Очень и очень большая работа проделанная. Это все надо было архивы. Он сидит иногда. Перед ним стопкой книги лежат. Это военные мемуары. Мемуары. И немецких, и русских. Одно с другим сравнивают. Ему нельзя не верить. Два генерала пишут, что Жуков прилетел. Тринадцатого там сентября. А он пишет седьмого. И приехал, когда уже оккупировано было. Уже наполнения не было от немцев. Они оккупировали полностью. А вокруг Калининграда. По него ли ему поверишь? Притом, он показывает, что меньше всего погибало. А это его и звали Мясник. Жукова. Я об этом хотел узнать. Но вот еще последние серии не смотрел. Меня интересует не это. Интересует один только человек. Дядь Гитлер. Было ли у него нет раскаяния. Когда и как он понимал это. Там впереди уже было, но не до конца. Я все равно не получил ответ. Вел ли он дневники, нигде неизвестно. Самые близкие люди говорят, как он быстро состарился. Не верил, говорил. Меня не это интересует. Интересует, пробудилась ли его душа. Понимал ли он, что смысл жизни не в захвате, не в жизни нации. Не в подъеме экономики, не в победе над врагами, а в спасении своей души. У него нигде этого нет. И поэтому Бога нет. Хотя он не говорил Бога нет. Он по-своему говорил проведение, что-то там где-то как-то. Не знаю, относится ли к нему. Ну, 13-52 стих, это Псалом Давида. Сказал, безумие сердца, что нет Бога. К Сталину это относится. То, что Бога нет, он атеист. А тот непонятно, во что он верил, как и прочее. И вот сейчас выбираю время, смотрю, 88 серию досматриваю. 88 была, это 89 они. Мне 88 надо маленько повернуть, потом назад. Вот так вот что-нибудь думаю долго, и вдруг раз, незнакомый человек присылает материал. А посмотрите, как будет. Вот сегодня прислали, или вчера вечером, задворный Михаил. Он покаялся. Нигде этого не видно. Я внутренне себя, я не верю в это покаяние, потому что вижу, поп обманывает. Им важно, вот такой-то был, а он теперь пришел, православный. А вот, не знаю. Я знаю, такие люди, которые писали против, ну, были такие. Я вот во Фрунзе был, там, там такой был свой мехлис. Наука жизненная, наука и жизнь, он в газете печатался, все, и... И потом заболел, ему операции, наверное, 10 делали. Там не все... Иван Данилович Кушинарчук о нем говорил, еврей о нем. И он покаялся. Покаялся у баптистов. Вот это я верю. Живое слово достигло. А здесь пособоровался. Соборование это не есть обращение. Его можно мазать что угодно. А именно так, кто стал свидетельствовать, даже что-то там он писал о Боге. И я считал там, потому что не называю я его. Я с ним лично встречался несколько раз. Так. Поэтому обращение идет от слова. Вера от слышания, от слышания от слова Божия. Ну, пришел не в православие, я... Ну, что могу сказать. Все пока на этом. Субтитры сделал DimaTorzok